Теперь у нас мозговой штурм. Приготовились. Я должна вам рассказать то, что не успела вчера, потому что я, к сожалению, прошу прощения, я ошиблась по времени. Я думала, что у меня еще есть полчаса. Поэтому я сейчас это расскажу кратко, потому что это важно. Это базовые вещи, на которые мы дальше все будем с вами накладывать. Итак, стартуем. Я вижу, что у нас больше людей присоединилось к нам. Это здорово. Это говорит о том, что вполне возможно, что среди нас сейчас будут ребята, которые с диагнозом, о котором я сегодня буду говорить. Ничего страшного нет. Это хорошо. Ребята, слушайте внимательно. Вопросы потом задавайте, пишите. И я вот так вот совершенно сознательно написала здесь внизу еще свой инстаграм, в котором мы будем развивать тему онкологии. И в этом инстаграме будет представлен один из моих пациентов. Умничка, великолепный, с потрясающей совершенно энергетикой. Он профессор, он патологоанатом. На четвертой стадии рака, и мы с ним живем, он пишет совершенно потрясающие монографии об истории медицины. Я буду цитировать, я буду его приглашать, он будет что-то рассказывать, и я буду цитировать его монографии, читать. И вы увидите вообще, как можно качественно жить даже на четвертой стадии онкологии. Итак, заканчивая немножко вчерашнюю тему. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни суть понять и устранить причины. То есть важно знать причины. Вот сейчас в этом остаточке лекции я хочу вам буквально красной нитью провести одну вещь. Вы сейчас поймете. Сначала вам будет не совсем понятно, потом мы сделаем заключение, вы поймете. Я хочу, чтобы вы сделали домашнее задание, потому что мы с вами учимся, и сделали один слайд, который у вас будет просто висеть везде. На кухне, на холодильнике, в холодильнике, на работе, у детей, у внуков, везде, везде, везде. Он будет состоять из двух буквально сочетаний слов, терминов и знака равенства. Это очень важный слайд, который, если вы сделаете, то это будет ваш лайфхак, который вам позволит жить качественно дальше в очень многих отношениях. Итак, увеличиваю. Да, буду говорить громко, быстро, стараться четко и очень понятно. Так, поехали. Строение альвеолярной стенки мы не закончили. Здесь очень важно знать, вот она самая, вот эта стеночка, смотрите, это внутренняя часть, внутри то, что находится, легких, куда поступает кислород, и есть наружная часть. И функции одной и другой части, они важны. Во внутренней части, вот вы видите, альвеоциты или пневмоциты, их называют пневмо, это легкие, альвеола, это мешочка, да, цитные клетки, которые в мешочках находятся. Находится, так, указка, раз, два. И здесь же находятся, в альвеоцитах находятся клетки, которые вырабатывают сурфактант. Вчера тоже вам хорошо об этом все рассказали. Эта часть, которая, да, сурфактантом поддерживается, вытянутая. И вот мы с вами говорили о том, что, да, это мешочек, я вам сегодня тоже еще коктейли наболтаю, покажу. Вот это внутрь мы сейчас смотрим. А теперь снаружи. И вот эта наружная часть, смотрите, вот один мешочек, вот, да, как бы один мешочек прилежит к другому. И между ними, между ними, ребят, вот, вот эта часть, между ними, где находятся интерстиции, так называемые, соединительная ткань, которая соединяет эти альвеолы, соединять, чтобы они не развалились, тогда не будет легкого. Здесь находятся кровеносные сосуды, вот они красненькие. Здесь находятся макрофаги. Они находятся и внутри, кстати, альвеолуциты и обязательно находятся вот здесь, в этом интерстиции. Здесь же находятся соединительные тканные волокна. Об этом очень важно знать. И вот в этих самых клетках макрофагальной реакции, тучных клетках, вот они, эти клетки тучные, в них огромное количество лизосомальных ферментов, которые, в том числе, вот этот цитокиновый шторм и организуют, да, то есть выбрасывают огромное количество различных активных веществ. Они же поступают из крови. Смотрите, здесь огромные сосуды, из которых поступают тоже вот эти все вещества. И вот эта воспалительная реакция и реакция, о которой мы говорим, матового стекла, она больше связана даже не с альвеолами, а связана вот с этими, с перегородками, где происходит проблема. Где происходит проблема. И потом пропотевание жидкости при закупорке, при тромбозе вот этих мелких сосудов. Эта жидкость может даже еще выходить в альвеолы, и потом это уже пневмония вторичная. А самое главное, вот этот интерстиций, и мы можем тоже его лечить. Из этого интерстиций образуются опухоли. Из опухоли этих сосудов, из опухоли этих клеток, из опухоли вот этой соединительной ткани, из опухоли этих альвеоцитов, и еще бронхиллум мелких, которые тоже туда подходят. Так, ну вот все, что я сказала, здесь все перечислено. Строение альвеолярной стенки, да, вот все, что мы сейчас с вами говорили, и еще вот как раз между ними, вот между стенками и между вот этой интерстицией, вот это состояние интерстиции между двумя альвеолами, здесь как раз происходит газообмен. Газообмен, поэтому эластичные должны быть волокна, да, правильный должен быть белок, это все тоже очень важно. И вот здесь на картинке, ну вот эта клетка, которая пневмоцит второго типа, так он назван, потому что она сурфактант помогает вырабатывать. А это просвет капилляра, у капилляра тоже есть клетки, вот это вот альвеоцит, это его ядро, из которого тоже могут расти как раз раковые опухоли. Поэтому я как бы продолжаю нашу вчерашнюю тему, сразу беру и сегодняшнюю. Про сурфактант вам вчера все очень классно рассказали, только еще раз добавлю, чтобы вы вспомнили повторение мать учения. Поэтому вот эти клетки, которые вырабатывают сурфактант, молекулы расположены достаточно плотной, и они не могут вот так вот особо двигаться. То есть у них есть какое-то ограничение по растяжению этих молекул. И за счет вот этой плотности расположения молекул сурфактана альвеолы держат как раз свою эту виноградинку, не спадающуюся. Аэрогематический барьер – это как раз вот этот барьер между сосудом и альвеолой. Да, вот между сосудом и альвеолой. Вот здесь происходит газообмен. Легочная плевра. Почему важно? Потому что это соединительно-тканная оболочка, которая, если вот это у нас с вами легкая, то к легкому висцеральное. Висцера – это органы внутренние. К ней прилегает плотно вот эта вот соединительно-тканная оболочка. Это висцеральная плевра. Она сращена с легким. Между вот этим листком сращенным и наружным листком париэтальная плевра, которая прилегает к, сейчас скажу к чему, к ребрам, к грудной клетке, к ребрам. Есть маленькое расстояние, буквально там до 3 миллиметров примерно, от 2 до 3, иногда до 5 миллиметров. Там находится жидкость для того, чтобы легкое, когда оно движется, чтобы это было все тоже эластичным. Так же, как система сердца и сердечной сорочки перикарда, потому что движение есть в этих органах, чтобы не было трения, травм, не было травм дополнительных, потому что травмы приводят к онкологии. Огромное количество, смотрите, лимфатических сосудов, которые находятся в легком и также в плевре. Это лимфатические сосуды рядом и средостения, и лимфатические сосуды диафрагмы, и лимфатические сосуды реберной плевры. Поэтому, если образуются онкологические и воспалительные процессы, то по лимфатической системе, естественно, активно это может все распространяться. Что очень важно знать, что если в легком происходит какой-то травма и альвеолы разрываются, то между легким и стенкой грудной клетки может образовываться воздушное пространство, так называемый гидроторакс. Мы тоже об этом говорили не один раз. И также, помимо воздуха, там же между листками плевры может накапливаться жидкость, которая характерна тоже при онкологических процессах и воспалительных. Диафрагма – очень важный элемент, на котором мы говорили в прошлый раз, лежат легкие. Она ограждает отпись брюшной полости. Она выполняет очень важный процесс вместе с межреберными мышцами. Вот они, ребра, и здесь тоже находятся мышцы, которые соединяют ребра и разъединяют. И также диафрагма сокращается, потому что у нее есть сухожильный центр, и от него отходят мышцы. И эти мышцы способны сокращаться. И когда они сокращаются, натягивается диафрагма при вдохе. И смотрите, легкое становится большим. А при выдохе, особенно у мужчин, очень хорошо это ярко видно, потому что они с животом работают, они еще помогают подталкивать диафрагму. При выдохе легкое уменьшается практически на одну треть. Диафрагма таким куполом, да, куполом. То она плоская, то она куполом образуется. Очень важно, чтобы диафрагма хорошо работала. Смотрите, я не случайно такой смешной снимок тут поставила. Осанка. Осанка, мы об этом тоже поговорим. Дыхание и нервная система – обязательно важный фактор. Нельзя разъединять, нельзя никакую одну систему вести отдельно. Категорически нет. Дыхание и тесность не связаны. Поэтому при вдохе активируется симпатическая нервная система. И она отвечает за повышение пульса, повышение давления, общее возбуждение организма. И именно она обеспечивает реакцию стресса. Бей и и или беги. То есть она стимулирует нейромедиаторы головного мозга по типу норадреналина. При выдохе парасимпатическая нервная система ответственна за торможение, за релаксацию. И если мы с вами выдохнули, выдохнули, да, выдохнули. Такое состояние благополучия. У нас какой-то стресс, она нам говорит, слушай, выдохни. И покой, да, я заткнулась, и покой. Я выдохнула, да. Вот, это как раз процессы парасимпатической нервной системы. В норме вдох и выдох должны вот эти процессы возбуждения и торможения, в том числе, корректировать, уравновешивать. Да, такое цинь должно состояться. Янь и инь должно состояться. Легкие делают при вдохе и выдохе. При изменении паттерна дыхания, то есть в сторону укорочения выдоха организма, постоянно пребывает то, что как раз для мегаполюса характерно. То есть когда укорочение выдоха, мы пребываем в состоянии фонового стрессового возбуждения. Вот когда человек разговаривает, у него как раз нарушены эти стрессы. Если вот я сейчас говорю, у меня идет сейчас нарушение как раз этого момента. И это где-то меня даже возбуждает в какой-то степени. Которое вызывает на физиологических процессах и на эмоционально-поведенческом аспекте жизни, то есть это очень важно, для такого состояния характерны тревога, раздражительность, депрессия, усталость, повышенное давление и мышечное напряжение. Поэтому как только вы это начинаете чувствовать, начинайте просто глубоко дышать и медленнее выдох. Это одна из методик, кстати, цигун-терапии, йога-терапии и так далее. Вот теперь смотрите, сейчас вы скажете, зачем нам это? Сейчас вы поймете, зачем. Вот этот сейчас будет еще один такой классный лайфхак. Я все учусь это слово говорить. Итак, механизмы дыхания существуют в природе. Неспецифические органы. Кожное дыхание, газообмен через кожу. Мы действительно кожей тоже с вами дышим. Это система одноклеточных, кишечных и червей. Также вот еще рыбы там, да, древние тоже так умеют делать. Специализированные органы. Это жабры. Да, они из эктодерма, они образуются. И внутренние, из передней кишечной стенки. Когда закладываются листки, ну, к сожалению, нет так много времени, чтобы вам прям вот вообще так очень глубоко это все показать. Потому что это на самом деле такой кайф по-своему, когда ты это понимаешь. И вот из передней кишки как раз образуются эти внутренние органы и также жаберные щели. Да, и вот из передней кишки, знаете, первично хордовые. Это как раз те, которые к позвоночным начинают относиться. Это к нам как раз, да, приход. Итак, специализированные органы, легкие уже, да, конкретные. Это легкие, это вот тоже хордовые существа. Это человек, это собака, это птичка, это насекомые. Да, и вот здесь, смотрите, интересный такой очень рисунок. Вот это, когда закладываются, сейчас мы посмотрим, онтогенез, когда происходит, то есть когда личность, вот, да, ребятенок начинает закладываться и формироваться и расти, у него сначала формируется первичная кишечная трубка. Из первичной кишечной трубки образуются легкие, ребят, сначала бронхи, потом легкие. Еще раз. Из первичной кишечной трубки образуются бронхи и легкие дальше. Запомнили это. Рыбы, рыбы, они пока дышат только жабрами и прогоняют через жаброй воду, и из нее берут кислород. Легкие. Уже вот у лягушек, у амфибий появляются первые как раз элементы, похожие на легкие. И такая стенки легочного мешка, такое губчатое строение. Вот здесь вот немножко это видно похоже. Дальше у рептилий это уже больше развивается, уже так конкретно, чуть ли, смотрите, вот чуть ли уже нелегкая. То есть они дальше уже бронхи появляются там второго, третьего порядка. И у птиц, почему они так легко летают? Потому что у них вот из этой самой кишечной трубки уже даже развивается трахея, уже формирование легких. И к этим как бы а-ля легким еще огромное количество воздушных мешков. Это еще, значит, такие недостроенные легкие. Вот здесь вот хорошо видно, смотрите, вот это воздушные мешки, за счет которых птицы как раз хорошо летают. То есть у нее большое количество воздуха внутри. И вот этот самый наш с вами процесс онтогенез, чтобы было понимание, да, онтогенез, это развитие, как бы, да, существа. Генез рождения, это вот конкретного существа развития. На третьей-четвертой неделе, это первый месяц зародыша, первый месяц, ребят, вы только забудете, запомните, как это важно. Мы еще даже не понимаем, что мы беременны, а уже начинает закладывание, да, из передней кишки. То есть закладывается не легкие, не мозг, не там, что там еще, я не знаю, бывает, руки, ноги, там еще хвост пока. Закладывается, образуется респираторный дивертикул, мешочек. Вот он, смотрите, из передней кишки начинает закладываться, да, уже у нас система бронхов, да, гортань, трахея, бронхи начинают закладываться. Первый месяц жизни, когда мы еще даже не понимаем, вообще мы беременны или нет. Представляете, как это важно, как это важно. Да, вот потом потихонечку это все будет развиваться. Вот это самое. И образуется еще раз, я подчеркиваю, стенки передней кишки. Вспоминайте, кишка это откуда? На шестой неделе, это полтора месяца всего лишь зародышу, зачатки бронхов или бронхолегочных почек. Да, 10-е, 12-е. Вы всем беременным, вот и кто пытается уже там беременеть, думает об этом, эти слайды, я вам дарю эту презентацию, она будет у вас, в прямом смысле дарю, потому что каждый из спикеров, который делает презентацию, это не просто так, вы что там взяли, там скачали. Нет, это каждая презентация прорабатывается, думает, как вам донести цель, цель, которую мы ставим. Итак, 10-е, 12-е неделя, бронхиальное дерево, вот оно бронхиальное дерево, вспоминайте. 5-6, это 10-е и 12-е недели, вы представляете, всего лишь, это сколько там, в месяц у нас 4 недели, 4 на 3 месяца уже бронхиальное дерево. 5-6 месяцев, примерно чуть больше половины беременности, у нас терминальных и респираторных бронхи уже развитие, то есть вот уже, вот этот процесс. И седьмой месяц, и вот самое сейчас очень важное, седьмой месяц перинатальной жизни внутриутробной до восьми лет, постнатальной, ребят, до восьми лет, первый класс, первый класс. Представляете, какой огромнейший период. Идет дифференцировка альвеол и альвеолцитов, альвеолярная стадия, то есть легкие становятся, еще нет окончательного созревания. Это очень важно понимать. А у нас дети ходят в садики, и детей приводят родители. Больных детей даже не задумываются в платные садики. А, я там заплатил, фигня какая, за мои деньги, занимайтесь моими детьми, мне нужно эти деньги зарабатывать. Эти больные дети заражают здоровых детей. Родители для того, чтобы детей водить дома, сами экспериментируют на антибиотиках, не понимают как, не понимают сколько дней, не понимают какие. Бактерии эти становятся устойчивыми. Эти больные дети заражают здоровых детей устойчивыми бактериями, уже к определенным антибиотикам. И ребенок, мамочка приходит и говорит, у меня ребенок, как пойдет в садик, так заболеет, как пойдет, так заболеет. Мы три дня ходим, две недели болеем. Значит, еще раз запомнили, из кишки образуется зачаток дыхательной системы. Я делаю специально паузу, потому что здесь вы сейчас должны себе на бумажке уже написать, а кто хочет, может даже в чате написать, пусть это будет подсказка, какие две системы являются одним целым. Какие две системы являются одним целым? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Можете сокращенно, сокращенными буквами. Напишите мне, что вот это равняется этому. Или буквами просто, начальными буквами. Напишите, мы сейчас вместе все с вами посмотрим. Так, аномалии развития органов. Это важно тоже, потому что мы не принимали это за онкологию. Бывает такое, что фистула, когда, смотрите, вот если это вот трахея, да, помните, трахеи не спадаются, там хрящи, а вот пищевод, видите, он спадается. И вот здесь может быть дырка, в прямом смысле слова, фистула – это дырка, вот как раз, да, из пищевода может попадать содержимое в трахею. Такие ситуации бывают. Вот здесь за счет контраста как раз мы это проверяем, смотрим. Вот здесь вот пойдет уже дальше в трахею, в бронхи, а вот это пищевод. Дальше. Бронхоэктазия. Когда терминальные отделы, не только терминальные бронхов, расширены. Вот, условно говоря, норма, а вот расширение. Вот это норма рентгена, а вот это не норма. Вот здесь расширенные, да, то есть здесь как раз бронхоэктазия происходит, бронхоэктатичная болезнь. Это может быть как аномалия врождения. Ателектаз легкое, спадение легкое. Смотрите, вот оно спалось, вот здесь просто пустота. Ателектаз может быть врожденным. Вот здесь в данном случае это патологический ателектаз. Когда врожденный ателектаз, вот здесь должно быть черное все на снимке. То есть вот это, по идее, должно быть черным. Агнезия легкого утрата полноценного развития или аплазия, вообще отсутствие образования. Да, и вот здесь как раз мы тоже с вами видим, что вот здесь легкого нет, а вот здесь непонятно, какое легкое. То есть фактически вот этот снимок говорит о вообще даже несостоятельности жизни пациента в данном случае или о очень тяжелом состоянии, потому что здесь нормальной легочной ткани просто нет. Здесь и то, и другое присутствует. И что при этом делать, я вам тоже написала. Аномалии развития органов дыхания, эмфизема, мы говорили тоже, по-моему, об этом уже очень активно. Так, надо попить. Много говорю, много трачу дыхания, много трачу воды, поэтому беру водичку, добавляю сюда хлорофилл. Вот это божественный напиток, божественный напиток, прозрачный, красивый, как бы мне его показать, так красиво хочу. Зелененький, короче говоря. Вот детям, когда наливаю, говорю, смотрите, мама говорит, ой, я не знаю, как вообще дать ребенку. Тоже наша доктор, я прошу прощения, я забыла, как зовут. В общем, совершенно замечательно сказала, сейчас отвлекусь, но это будет полезное отвлечение. Она сказала, что я не понимаю, как это так, не дать ребенку, да, 3 месяца и не дать ребенку капсулу. Это проблема не ребенка, это совершенно правильно, это проблема мамы. Это мама не находит общего языка, подхода к ребенку. Ей не то, чтобы там некогда, а, знаете, она не хочет просто как бы думать о том, как важно ему дать, да, как ему важно дать. Точно так же мама говорит, ой, он сейчас увидит, что вы там что-то наболтали, ничего не даст. Ничего подобного. Я беру стакан, когда детей принимаю, беру хлорофилл. Ребята, еще вам один лайфхак. И говорю, смотри, малыш, у тебя есть какие-то желания, у тебя есть какие-то важные-важные желания в твоей жизни? Он говорит, есть. Я говорю, слушай, загадывай сейчас их, мы сейчас будем с тобой вообще заниматься тем, чтобы твои желания исполнились. Он так уже хочет говорить, я говорю, не-не-не, ни в коем случае, только про себя, потому что если мы сейчас сделаем с тобой неправильно что-то, у нас ничего не получится. Я говорю, загадывай желание, про себя говоришь. Я сейчас буду делать волшебную воду, а ты, пока я делаю эту воду, и пока ты будешь выпивать эту волшебную воду, все время думаешь о своем желании. Я говорю, смотри, ты готов? Он говорит, готов. Я говорю, давай, смотри, я наливаю волшебные капли, и мы с ними начинаем капать. Я говорю, смотри, раз, два, три. Ты готов? Говорю, готов. Дальше я даже не считаю просто капы, чтобы он не зацветливался. Сколько? Я говорю, видишь, пока сейчас растворяются эти волшебные капли, твое желание начинает исполняться. Я говорю, выпивай скорее. Вы не представляете, с каким он кайфом выпивает. А дальше говорю следующее. Теперь ты приходишь домой, мама тебе покупает этот волшебный напиток, исполняющий желание, и ты его принимаешь так, как мы с тобой договорились. Никому ничего вслух пока не говоришь. Все время про себя. Все время говоришь, пьешь и говоришь. Все. Хлорофилл пьется 100%. Даже потом мама говорит, он просит неразведенный, говорит, что если он не разведет, то желание выполнится быстрее. Я говорю, делаем. Но только не очень много, потому что он может подсушивать слизистую. Итак, эмфизема легких. Очень хорошо видно. Смотрите. Понравилось? Так, эмфизема легких. Вот, значит, да, нормальная легкая. Вот эти расширенные как раз альвео. Вот эти, помните, виноградинки, я вам с вами говорила. Да, вот они, альвеоциты. Это как виноградная грость. А вот разорванные перегородки. Вот они, перегородки. Они здесь разорванные. Вот эти эмфизематозные мешки. Вот оно, это легкое. Ну, конечно, это утрировано, но вот из нормального, ровного, легкого, все равномерно, вот такие эмфизематозные мешки образуются. Вот здесь тоже хорошо видно на слайде. И вот здесь вот, смотрите, какие дырки даже могут быть. Видите? Вот это дырки в легких. Это как раз у нас томограмма. Да, томограмма. Хорошо очень видно. Так, аномалии развития органов. Правая, левая легкая, доля, верхушка. Иногда бывает так, что вообще неправильно все выстроено, и сердце повернуто в другую сторону. Вот мы здесь с вами хорошо это очень видим. И поэтому в результате у легкого справа, там, где должны быть три доли, там две доли, а у левого наоборот. Вот, и сердце тоже развернуто. Ну, вот здесь вот было состояние несовместимое с жизнью. Как раз одна из причин была там вообще отрезия легкого, то есть недоразвитие легкого. Огромное совершенно сердце. И вот вы видите, да, сердце повернуто в противоположную сторону. Да, и здесь примерно то же самое. То же самое происходит с нарушением развития легкого и даже с уплотнением ткани легкого. Видите, не видна прозрачность легкого, потому что легкая – это воздушная ткань, и она должна выглядеть вот таким вот черным рисунком. Видишь, что здесь творится? Какая белесость, да? То есть нарушение процесса. Вот в данном случае, например, нужно разбираться. Вот, хотя на самом деле здесь онкология. Вот здесь вот есть опухоль. Вот есть опухоль. То есть помимо аномалий здесь еще есть опухолевый процесс. Так, аномалии развития кисты бывают. Смотрите, какая огромная киста. Это просто врожденная киста, да. Вот очень хорошо тоже ребята говорили, Игорь подчеркнул, что очень важно, очень важно, да, еще раз, очень важно делать рентген легких прямую проекцию и боковую, потому что не всегда на прямой можете увидеть, не всегда на боковой видите, а вот две проекции, они позволяют понимание процесса. Особенности дыхательной системы новорожденной. Неполное развитие ацинусов. Помните, что до восьми лет идет. Респираторные бронхилы первого-второго порядка. Все потихонечку как бы формируется. Формирование даже к 15-16 годам в отдельных случаях, если у ребятенка не хватает питания, и в определенных регионах такое тоже существует. Нижняя граница рёбер выше на одно ребро. У меня была такая ситуация, пришла пациентка, говорит, доктор, да, на меня вот вообще сказал, все, у вас пневмония. Я говорю, где? А вот здесь, говорит, он прослушивал. Я говорю, как он здесь прослушивал? Во-первых, у ребёнка увеличена печень, поэтому выше все границы. И на одно ребро еще выше. А он мне сказал, нет, он говорит, вот здесь вот щупал, сказал, у вас вообще какая-то тупость, там перкуторно стучал, да, когда мы там прикладываем, стучим, должен там определенный быть звук, и говорит, у вас здесь вообще все, вообще у вас все пневмонии лечим. То есть при перкуссии, вот то, что я вам сейчас показала, да, должен такой темпанический звук, потому что недоразвитые лёгкие, это тоже очень важно, это нужно уметь знать. Поэтому хорошо бы вообще даже не фонендоскопом, а ухом слушать, да, ухом прям прикладывать, дети очень хорошо прослушиваются. Что нужно знать для здоровья дыхательной системы? Для того, чтобы не заболеть онкологией, для того, чтобы не заболеть остальными всеми гадостями, о которых мы сегодня говорили, да, важно, что знать, ребята. И об этом уже говорилось еще раз. Правильная осанка, об этом еще не говорилось, поэтому еще раз, да, от меня вам. Правильная осанка, потому что осанка позволяет перкуторным, простите, дыхательным как раз движением диафрагмы обеспечивать, потому что все быстренько сели, выровнялись, да, на стульчик подвинулись, и чтобы у вас спинка легла хорошо к спинке стула, выпрямили лёгкие, да, расправили лёгкие, да, вот, расправили лёгкие, чтобы, да, грудь была на показ. Молодцы. Физические упражнения. Физические упражнения все должны быть направлены на раскрытие лёгких и на закрытие лёгких. Всё банально. Школьная зарядка, раскрытие, закрытие лёгких. Смотрим гимнастику Стрельникова, какие хотите. Я делаю очень просто. Я беру лёгкие гантели, и дальше даже на работе я занимаюсь вот такими движениями, специально вам их показываю, потому что ничего не бывает лучше. Сейчас, где я там на слайдах, да. Движение, раскрытие, раскрытие, да, то есть всё раскрытие, которое может быть, которое можно обеспечить. Согнулись, выпрямились. Это всё как раз для лёгких. Закаливание. Никто не отменял. Под душем включили одну, вторую, одну, вторую воду, если тяжело тазики таскать. Ну, впечатляет, но через 3-4 дня уже становится очень классно. Прогулки на открытом воздухе. Никакое проветривание, только помещение будет недостаточно. Гулять. Гулять, работая с лёгкими, раскрывая, закрывая. Если стыдно так ходить, ходите с палками, да, они тоже хорошо раскрывают шведскими или просто лыжными. Очищение воздуха от пыли, болезнетворных бактерий. Сейчас много чего существует, сейчас ещё подскажу, что. Полноценное питание, водный режим, тоже ребята говорили, обязательно. Правильное функционирование желудочно-кишечного тракта и отказ от врезанных привычек. Так, залезаю к нам, где мы, где мы, где задание, которое я вам говорила, выполнить. Сейчас я его быстренько проверяю. Чат, где наш чат? Так, я думаю, что желания у ребёнка сбудутся. Конечно, ребят, я даже не сомневаюсь. Так, где наши? Вот, 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 вот. Дыхательное равняется пищеварителе ЖКТ плюс ДС, да, то есть, ребят, молодцы, молодцы, пожалуйста. Это домашнее задание сделать всем. Напишите себе хоть на, я не знаю, если вам важна дыхательная система, вот здесь поставьте на телефоне, на первой странице просто себе напоминалку. Напишите там вместе с фотографиями своих любимых, напишите ЖКТ равняется дыхательная система. Всё, если мы с вами, ну, как слово «мама» у нас это будет, у вас не будет вопроса, почему надо есть так, почему нужно есть нутрицептики, почему нужно делать всё остальное, о чём мы сегодня говорили. Это очень важно. Это вот, вы знаете, я бы сказала так, это кульминация, вот, ну, может быть, я много на себя возьму, но я считаю, что это кульминация вообще наших сегодняшних семинаров. Это очень важно. Желудочно-кишечный тракт, ЖКТ равняется дыхательная система, ДС. Так, дальше. Ну, отказ от вредных привычек, не знаю, что уже об этом надо говорить, конечно, стыдно, 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 потому что стыдно, потому что среди наших партнёров есть курящие, в нашем представительстве есть курящие, стыдно. У меня администратор, который курит, у меня два варианта, или выгнать её, да, или всё-таки справиться с ней. И я для себя сказала, Света, ты будешь не врачом, если всё-таки твой администратор не начнёт вести образ жизни. Совершенно замечательный человек с двумя высшими образованиями, умница большая, но у неё очень серьёзные проблемы с вредными привычками. И мне очень непросто с ней работать. Но для меня это такой своеобразный драйв, потому что каждый день, когда я на неё смотрю, я понимаю, что я ищу несовершенство, если я не могу ей помочь. Поэтому для меня это вообще супер каждый раз тонус для того, чтобы всё, что я вам сегодня говорю, я это рассказывала вкусно, и в то же время могла ей помогать. Итак, правильная осанка. Теперь по пунктам того, что я расписала. Правильная осанка. Это полноценное питание во время беременности, получение комплекса витаминов, минералов и компенсация внутриутробных дефицитов до и после родов, во время кормления грудью и до созревания ребёнка, пока он вам не скажет, что вам идёт со своими добавками. Но он этого не скажет, если вы начнёте это делать внутриутробно и так далее, потому что у него это запишется на подкорке, и у него это будет образ жизни. Образ жизни. Поэтому очень важно ему давать, пока вы это можете делать и формировать этот образ жизни правильный. Видите, да, все продукты, которые есть. Витаминно-минеральные комплексы до или после, во время беременности, это ТНТ просто очень классно. Келп, который тоже на это оказывает внимание. Строительные материалы, омега-лицитин-пептоид, строительные материалы, МСМ, которые влияют на все соединительно-тканные структуры в обязательном порядке, помогают их выстраивать. Без него просто никак. Очищение воздуха. Я очень люблю, поскольку всё-таки моя тема будет сегодня, да, онкология, и я уже о ней говорю потихонечку. Поэтому очень здорово для таких пациентов, в общем-то, обеззараживать воздух, особенно если это серьёзные процессы с химио-лучевой терапией. Поэтому можно купить вот такие различные есть диффузоры, электро-аэродиффузоры. Я, например, дома им пользуюсь, потому что это очень классно. Туда можно добавлять вот 3-4 капли масла чайного дерева. Хотите больше, не вопрос. Меньше как-то не особо чувствуется, а вот это здорово чувствуется. И рядом с пациентом вы это ставите, вы обеззараживаете воздух, и плюс пациент ещё дышит этим всем и обеззараживает свои внутренние среды. Полноценное питание. Чтобы обеспечить полноценное питание, обязательно у нас должны быть такие вещи, которые разумом должны приниматься. Это у нас должны быть белки животные или растительные. Но всё-таки я рекомендую сочетать. Это должны быть жиры животные или растительные. И углеводы с клетчаткой. И желательно, чтобы вы всё-таки наши овощи частично обрабатывали, как овощи гриль, я рекомендую всем своим пациентам, для того, чтобы это вкусно. Это вообще супер вкусно. И если вы так делаете, то легче это всё усваивается. А, к сожалению, у нас, знаете, таких людей, у которых там стоит, я не знаю, железобетонная машина внутри и всё усваивает, их, к сожалению, мало. Так, у меня там кто-то разговаривает. Кошка подтверждает, говорит, правильно всё говорю. И, конечно, добавлять специи. Ребята, добавлять специи. Но круче специи, перец, чеснок, петрушку придумать нельзя, потому что компания разработала очень правильное сочетание в правильном количестве, когда эти все три продукта себя сочетают. То есть они комбинируют друг друга. И поэтому, если вы берёте одну капсулу и сыпите в еду свою порцию, это фантастика. А другую вы можете проглатывать, если хотите. Это будет ещё более классно. То есть вы будете и сразу, и с едой всё это перемешивать, и уже там готовить внутри слизистые оболочки и стимулировать. Кто-то говорит, что плохо переносит, обжигается и так далее. Не знаю ни одного пациента, который вот делает, вот так вот высыпает капсулу. Вы же можете дозировать, вы же можете не обязательно целую, можете половинку высыпать. То есть вообще учитесь себя слушать. Но всегда помните, что красный перец, в отличие от чёрного перца, красный перец, рано заживляющий, ферментостимулирующий, антибактериальный и так далее. Спасибо, Клякса. Итак, а чёрный перец является раздражителем. Вкусняшка, но он раздражитель и может вызывать даже воспалительные процессы, геморрой и так далее. Это вы тоже, наверное, знаете. Так, водный режим. Водный режим только с хлорофилом. Водный режим только с хлорофилом. Так, только с хлорофилом. Только с хлорофилом. Так, 2-3 чайные ложки в день. Сразу за раз? Нет, у нас не может организм сразу за раз все дозировки усвоить. Вообще мы как бы, мы не существуем вот сразу за раз, 1 час и всё. А дальше 20, сколько там, 3 часа мы не живём. Мы живём 24 часа, из которых мы в лучшем случае 7-8 спим. Вот 7-8 часов можете ничего. А в течение всех остальных как бы часов, пожалуйста, будьте конкретно, делайте то, что надо. То, чему мы с вами учимся. Какая вода? Вода может быть хлорофилокомнатная. Она может быть, она будет тогда лучше стул стимулировать. Она может быть тёпленькая. Она тогда будет помогать давление снижать. То есть можно регулировать по-всякому и концентрацию в том числе. Правильное функционирование желудочно-кишечного тракта. Если кто-то не знает, делаю сама себе нахальную рекламу. У нас есть в компании книжка Локла, которую я написала. Если вы ещё не читали, её надо обязательно прочитать. Ещё раз подчеркну, обязательно прочитать, потому что она писалась для нас. Она писалась не для продажи. Не для продажи. Если бы я там поставила цену, которую бы я сегодня хотела за неё получить, она была бы умножена с нулями, потому что в неё вложено 2 года жизни, чтобы вы понимали ценность этого продукта. Это не просто клетчатка. Ребята, там 17 трав, там брокколи, там морковка, там капуста, там выделены биофлавоноиды из цитрусовых, там кверцетин. Мы сегодня о нём много говорили на конференции. Там гиспердин. Там вещества, которые дезинфицируют, обеззараживают, кормят, противоонкологическим образом обладают, пребиотическим. Я про Локла могу целый день рассказывать с примерами своих пациентов. Если кто-то говорит, что он Локла не усваивает, просто у организма есть проблемы, он сопротивляется. Он говорит, я не хочу твоего Локла. Локла сделана для пациентов онкологических. И если оно сделано для онкологических пациентов, то поверьте, пожалуйста, опыту, моему огромному опыту, что для нас здоровых, вот сам Господь Бог велел, этот продукт пить. Он будет профилактировать и кормить. Он кормит, он не чистит. Он кормит желудочно-кишечный тракт, чтобы тот мог справляться со всеми проблемами. В одной столовой ложке все для работы и защиты ЖКТ. Это вообще просто потрясающе. Поэтому, это, кстати, фраза не моя, это фраза доктора-проктолога, который меня нашел через эту книжку. И пришла, она говорит, я специально вас разыскала в Петербурге для того, чтобы вам сказать спасибо. Потому что такой продукт и вообще так о нем рассказать, чтобы люди могли это услышать, это просто супер. Я даже знаю, что у нас есть структуры, которые строились вообще просто на этой книжке, на этом продукте. Поэтому это тоже вам еще один такой лайфхак. Вот он, продукт. Вот он, этот чудный, замечательный продукт. Я его бью на сегодня второй раз, потому что я хочу поработать еще со своим весом. Я беру, смотрите, чайную ложку, бросаю ее в стакан. Теперь я беру славный напиток ТНТ. Помните, он тоже был для профилактики здоровья. Здесь есть ложка-дозатор. Вот я взяла эту ложку. Я бросила тоже в стакан. Кто-то скажет, я занимаюсь ерундой. Нет, моя хорошая, я не занимаюсь ерундой. Мне проще вам все прочитать и на этом закончить. Я вам показываю, потому что нужно, да, тем, кто не знаком, лучше один раз увидеть, чем 125 раз услышать и не понять. Вот я хорошенько перемешала. Теперь я добавляю сюда просто воды. Просто добавить воды. Так, вот вижу. Небольшое количество. Размешала хорошенько, потому что, если вы сразу много нальете, смотрите, я вам просто показываю, как это легко делать. Вы видите? Самый удобный способ. Вот я хорошенько-хорошенько размешиваю. Эта смесь, поскольку она натуральная, она не растворяется. Ее нужно размешивать, как муку. И теперь я от всех стенок отгребаю, потому что она любит прилипнуть. Теперь я довожу до полного стакана. Почему я делаю вместе с ТНТ? Это просто мой сегодняшний обед. Я думаю, что вы мне простите. Я не буду жевать, я буду просто его пить. Пептовид. Пептовид, белок. Я пью отдельно, поэтому белок у меня есть в виде аминокислот. И вот я долила до целого стакана. Сейчас, пока я с вами разговариваю, он чуть-чуть постоит, этот напиток. Да, немножко разбухнут волокна, его будет еще приятнее пить. А если я хочу еще быстрее вес сбросить, можно даже не растворять, не настаивать, можно даже сразу его употреблять. Он будет еще дополнительно, там все, что в ЖКТ за день уже набралось, еще дополнительно будет это все собирать. И витамины будут медленнее просто всасываться. Я дольше буду сытая в кишечнике работать. И больше будет продуктов, которые у меня там остались. Мой завтрак, мой твердый завтрак, который я там кушала. Я кушала там сегодня эту баранину с рисом. То есть я поела с утра плов так плотно, чтобы мне пойти на работу и сегодня с вами встречу выдержать. Все то, что там, допустим, недорасщепилось, локло соберет, выведет. А все микроэлементы, которые необходимы на вот этом мелком молекулярном уровне, это все всосется в ЖКТ. Локло ничего не выведет. Не выведет. Это запомните, потому что у него очень медленный, очень аккуратный, очень правильный процесс происходит в желудочно-кишечном тракте. Так, отказ от вредных привычек. Это мы сейчас по списку, помните, идем, который я давала? Ну, курить вредно. Что еще раз говорить? Смотрите, вот примерно нормальные легкие, но они просто обескровлены, поскольку это патологоанатомический материал, поэтому они такие розовенькие должны быть. Но вы здесь не видите сажи, чтобы здесь откладывалась сажа. А вот здесь вот легкий курильчик, это все в саже. Естественно, такие легкие очень тяжело прокачивают кровь и воздух, и страдает сердце. И вот оно, бычье сердце, увеличенное в два раза. И, конечно, пользование вредными привычками, доместосы, окна мытье и всякая-всякая гадость, которую мы химреактивы используем. У нас есть замена классная. Смотрите, взяли и помыли кошек, собак, детей, все, что здесь нарисовано, овощи, фрукты. Я даже мясо мою. Потом этой водой на даче я цветы поливаю. Мне некогда... Я не обрабатываю эти шикалками, пестицидами. Я выливаю вот это все. И вообще мои соседи все время смотрят, говорят, нас же ты так редко бываешь, ничего не делаешь, но у тебя все растет, все цветет. Это наш концентрат. Как помочь отказаться от вредных привычек HP Fighter, HP Power и неплохо вообще еще вот мазаться, пользоваться тайфу, потому что камфора, которая входит в состав, она помогает. Мы легкие с вами, ребят, вот эти вот не восстановим. Все, они такие останутся навсегда. Ухудшить мы можем. А поэтому нам нужно помочь улучшить кровообращение. Камфор очень здорово это помогает делать. И когда была чума, да, вы знаете, тогда еще не было вот этой прививки противочумной, то единственное, чем спасали, поддерживали жизнь, это жгли, жгли камфору для того, чтобы человек мог дышать и поддерживать себя, потому что камфора помогает. Она в состав сюда входит, там плюс гвоздичное масло, еще потрясающий, конечно, состав у нашей формулы. Это золотая формула Китая, которая была подарена Неспишникам, и они вот сделали этот продукт. И поэтому камфора, основа, которая там есть, это просто супер, особенно для куличиков в том числе. Почему я снова вам вот это вот показываю систему? Потому что все, о чем мы сейчас с вами говорили, если мы не заботимся о легких, мы все это нарушаем. Помните, мы говорили, да, мы нарушаем вот этот вот переход как раз аэродинамический барьер, потому что, динамический, аэродинамический барьер, потому что вот здесь откладывается, да, откладывается вот эта самая сажа и нарушает все в организме. И плюс мы нарушаем огромное количество всех функций, иммунных, защитных, метаболических и так далее. Ну и теперь я так немножко одену себе корону на голову, потому что я снова возвращаюсь к Авицену, который сказал, нет безнадежных больных, есть только, а вот здесь добавлю фразу, есть те, кто не знает и не признает НСП. Это мои слова, потому что я считаю, что если человек готов услышать, готов услышать, мы можем его спасти, мы можем улучшить качество жизни, мы не с вами не эти самые, да, не боги для того, чтобы определить, сколько ему жить, но даже единственный день, который у него остался, мы можем улучшить качество. Вот это наша с вами задача, донести эту информацию до пациентов. Так, вот рецептики, которые обеспечивают хорошую, да, дыхательную систему. Слайд у вас этот будет, не буду останавливаться. И я вчера очень хотела, особенно про брысы, с вами очень быстро рассказать, потому что тоже буквально на днях мне одна из моих пациенток рассказала, как она беседовала с другой, который она предлагала НСП. И та сказала, нет, у меня онкология, мочевого пузыря, мне на ортомолекулярном уровне нельзя использовать продукцию НСП. И я сказала, Анечка, давай мы с тобой сделаем презентацию, а как раз эта пациентка, она заболела, и похоже, что ковидом по симптоматике, и у нее же там метастатический процесс, и в общем, в общем, и паника, и все на свете. Я говорю, Аня, давай мы с тобой сделаем. И вот эту презентацию сделала мой дистрибьютор, медсестра, вот на одном дыхании просто, да, я сказала, Аня, можно я сегодня покажу твою, да, вот эту презентацию, потому что это очень классно. Итак, состав Бресс-Иза, хрен, смотрите, при гриппе, гастрита, дизентерии, лемблиоз, гипертоническая болезнь, гепатиты, там вплоть до С, улучшение аппетита, улучшение деятельности пищевательного тракта, отеках при болезнях почек, мочевом пузыре, отхаркивающих при верхних дыхательных проблемах, при склонности к кровотечениям, физическом, умственном истощении, и вообще так классно вообще сейчас лайфхак. Петром Великим был издан указ, согласно которому в каждом подворье должно быть под несколько четвертей хреновой водки, особенно для тех людей, кто занят физическим трудом. Примочки с тертым хреном используются при ушибах и грибковых поражениях кожи. Чего нельзя развести Бресс-Из, если ничего нет под руками, да, этот замечательный продукт, где-то тут у меня со вчерашнего дня, куда-то я его унесла, да. В общем, можно взять просто Бресс-Из и растворить его в горячей воде и тоже приложить, в конце концов, если нужно, да, на те же самые раны. Листья кровяка обыкновенного, кровоостанавливающие, спазмолитическое, вяжущее, отхаркивающее, противовоспалительное, противосудорожное, обезболивающее, мочегонное, антисептическое, успокоительным действием. Пожитник душистый, плохой аппетит, заболевания легких, восстановление после операции, хронические заболевания дыхательных органов, заболевания ЖКТ, оказывает общеукрепляющее действие на организм, мочегонное, гипотензивное, снижает содержание сахара, очищает стенки кровеносных сосудов от холестерина, стимулирует работу сердца, тормозит размножение бактерий, то есть антибактериальным эффектом, способен рассасывать твердые слизистые опухоли, противоопухолевый процесс. Семена фенхеля, мочекаменные, заболевания почек, любые кашли, болезни, коклюши, астми, расстройствах желудка, помогает избавиться от лишней жидкости и газов, стимулирует обмен веществ. Пасконник, ОРВИ, грипп, вторичные инфекции, повышенная температура, артриты, ревматизм, запоры, метеоризм, ослабленность организма, отхаркивающие, болеутоляющие, противовоспалительные, жаропонижающие. Дышите хорошо. С любовью, ваш доктор. Правда? Классно. Какой классный продукт, ребята. У меня есть пациенты, которые полностью отказались от всех гормональных средств, и когда они пьют брысис, они забывают о проблемах с легким. Так, если вам понравилось, ставьте десятки, чтобы я сейчас быстренько тоже посмотрю, а я сейчас продолжу дальше. Это кусочек из вчерашнего. Так, остановить презентацию, переходим к следующей. Так, мы переходим к опухолям легких. Так. Дам, дам. А, знаете, нет, мы немножко сейчас с вами переиграем. Я вам сначала дам саркомы. Вы сейчас поймете, почему. А вот именно раком легких мы с вами закончим. Это будет как бы более, более лаконично. Да, вот такая мысль меня сегодня посетила. потому что, потому что, потому что, потому что вы сейчас поймете. И я вам дам немножко более сложный материал, потому что вырвать просто саркомы легких, это неправильно. Я эту тему, например, своим дистрибьюторам давала, вот более, да, в таком как бы широком масштабе, и вообще говоря о саркомах, потому что когда мы с вами, смотрите, вспоминайте сейчас, говорили о легких, то я вам показала, что там есть сосуды, там есть, господи, как это называется, там у нас с вами есть соединительные ткани, да, у нас там есть с вами альвеоциты, у нас там есть хрящи, бронхиолог, то есть у нас там есть эпителиальные клетки, железистые клетки, то есть там есть такое количество клеток, из которых может вырасти, если мы не заботимся о легким, вообще просто, ну, целый дремучий лес, да, целый дремучий лес, поэтому давайте посмотрим, саркомы, а поскольку саркомы, это как раз тот самый дремучий лес, поэтому я немножко вас введу в курс, потом мы перейдем плавно, вы поймете, зачем это надо, итак, это общее название злокачественных опухолей, которые вы мне скажете потом спасибо за то, что я вам это дала, но да, мозги ваши немножко будут сегодня шевелиться, это общее название злокачественных опухолей, которые образуются в разных типах соединительной ткани, помните, помните, я вчера говорила, есть такие вот тоненькие соединения, Соединительные ткани, а есть соединительные ткани в виде связок, а есть соединительные ткани в виде хрящевых тканей. Это все соединительные ткани, они могут быть тоненькие, а могут быть очень плотные. Характеризуются прогрессивным, очень быстрым ростом и частыми рецидивами, особенно у детей, потому что именно у детей растет эта соединительная ткань вместе со всеми органами. Такое поведение сарком объясняется ускоренным развитием в молодом возрасте как клеток-соединительной, так и мышечной ткани. Вот они, смотрите, вот эта катастрофа. Это вот ребятенок, причем посмотрите, это ребятенок, у которого уже была операция. Видите вот этот рубец? Здесь уже удалялась эта саркома, и она в течение года опять наросла. Смотрите, 27 сантиметров здесь планируется очередная операция. Вот так эти саркомы выглядят. Причины сарком. Ионизирующее излучение, ультрафиолет, химические вещества, вирусы, наличие доброкачественных образований, они могут озлокочисляться, механические травмы, наследственная предрасположенность. Вот они, смотрите, ионизация, просто солнце, просто загар, просто солярии, которыми мы пользуемся, просто бытовые химсредства банальные, просто химические какие-то вирусы, которые бегают, доброкачественные опухоли мастопатии. Это все есть и доброкачественные опухоли в легких в том числе. Это механические травмы в любом месте, в том числе легкие травмируются, и наследственная предрасположенность. Все эти факторы вызывают генетические мутации на уровне как раз ДНК. В результате неправильно идет размножение клеток, и оно приводит к бесконтрольному росту и опухолевому росту. Факторы риска. Все, о чем мы сейчас с вами говорим, касается в том числе опухоли легкого. В возникновении саркома Юинга, на первом слайде я вам показывала малыша с ребятенком, большую роль играет скорость роста костей и гормональной фоны, поэтому в том числе женщины тоже страдают, поэтому это не только в мягких тканях, там мышцах, а матка – это тоже мышцы, могут быть тоже образовываться опухоли. Редко, но миомы могут азлокочисляться, леомиомы так называемые. Курение. Вот он, смотрите, это бедное легкое. Вот это трахея, тут даже сложно вообще понять, что это за орган. Это трахея, это вот бронхи, это вот напитанная, просто нашпигованная опухолями, вот эта ткань, ну, условно нормальная курильщика, да, вся тоже пропитанная сажей, это опухолевые очаги. Работа в сфере химической промышленности, факторы риска, генетическая наследственность, то есть и причиной, и факторами риска это все является. И, конечно, сбой в работе иммунной системы, вирусы, бактерии, и вот эти вот всякие температурные реакции тоже. Развитие сарком. Произошедшие генетические нарушения ведут к бесконтрольному делению клеток соединительной ткани, опухоль начинает расти, проникая в соседние органы и разрушая их. Вот, смотрите, например, да, вот это матка, это в матке фаллопьевая труба, то есть маточная труба, и вот здесь где-то есть яичник. Вот в яичнике как раз образовалась саркома. Эта саркома дальше метастазирует вот здесь вот лимфатические узлы, вот они, лимфатические узлы, и по лимфосистеме она добралась уже до метастаза в печени. Вот так, к сожалению, любые опухоли, в том числе, работают, а саркомные особенно. По мере развития новообразования опухолевые клетки разносятся с током крови, с током лимфы. Мы говорим о лимфогенном и гематогенном путях, и мы даже примерно знаем, есть опухоли, которые любят лимфатические пути или которые гематогенные пути, и мы примерно знаем, где ожидать первые метастазы, как правило, поэтому если все-таки врач наблюдает этого пациента, то он может какие-то вещи уже так заранее профилактировать и быть настороженным, поэтому не надо игнорировать, ребят, врачей. Учитесь, наоборот, с врачами дружить и договариваться, и как бы убеждать своим примером, а не наседать на них, что давайте я подпишу в НСП. Да не надо, чтобы он подписывался в НСП, вы показываете ему результаты. Мало одного дня, 10 дней показываете. Он все равно, у меня есть доктор, который сейчас спустя 15 лет сказал, ну ладно, приходи, давай рассказывай про свои баночки. 15 лет прошло, я вообще даже не ожидала ее звонка, я с ней отправляю пациентов, она профессионал-гинеколог по эндометриозу, один из ведущих докторов у нас в Петербурге, и ее звонок вообще меня просто покорил, честно говоря, я даже не готова с ней встретиться. Я так вот перевариваю, как лучше, чтобы ее не озадачить вообще тем огромным количеством возможностей, которые есть и которые она потеряла за эти годы, не зная о том, что так могут работать нутрицептики. Итак, дальше эти клетки, патологические клетки, где моя указка, патологические клетки оседают далеко от расположенных, от первичной опухоли, допустим, если в легких у нас это получилось, а может до мозгов доползти, и образуют вторичные очаги, это называются метастазы, то есть это вторичные опухолевые очаги. Мама сидит в легком, например, а очаг сидит в головном мозге вторичный. Первичный очаг мамой называем, это отсеевая метастаза. В связи с этим даже после радикального лечения саркома зачастую возникают рецидивы. Вот у ребятенка, я там вам показывала как раз рецидив. Опухоли разные, вот здесь они специально окрашены, вы видите, да, смотрите, просто даже по картинкам вы видите, насколько они разные по строению, да, по строению, в зависимости от того, из какой они ткани, из жировой, из хрящевой, из сосудистой, да, из рыхлосоединительной, из твердосоединительной ткани, в зависимости от этого. Дальше мы вот гистологически смотрим и как бы можем предполагать, какую терапию лучше оказывать. Развитие саркома. По мере развития опухоли происходит ее врастание в окружающей ткани и органы с нарушением их функционирования. То есть если она проросла в головной мозг, конечно, я буду хуже их соображать. Развитие болевого синдрома. Если она проросла, у меня седалищный нерв, конечно, мне будет очень больно, да, садиться на попу и вообще ходить. И нарушение глотания. Если она у меня из легких проросла в пищевод, там, через трахею, я глотать не смогу, да. И нарушение дыхания, если поражается трахея, бронхи и вообще легкие. Вот они, смотрите, огромнейшая опухоль. Видите, что делается? Какое тут дыхание может быть? Смотрите, что тут в сердце будет делаться, как оно увеличено, да. Вот она в кишечнике-то саркома организовалась. Какая тут проходимость? Здесь сразу будет непроходимость и просто от калового завала человек может погибнуть, если нет понимания, что делать. А это очень часто бывает. Как вот здесь вот это плечо, да, это плечико как раз. Вот смотрите, какое разрушение опухоли. У меня совершенно уникальный случай, если будет время, расскажу, когда, в общем, у нас полная регенерация вышла. Для меня это целое откровение. И Людмила Ромбок – это как раз тот человек, который очень много об этом говорит. И вот она вам сказала, что она сейчас в этом направлении как бы учится, работает, потому что у нее есть прекрасная мотивация. Она столкнулась уже с опухолевым процессом. Она понимает, как это важно, перестраивать свое мышление и вообще видеть немножко дальше, чем всего тому, чему мы учились с вами. И то, что нам говорят с экранов телевизора. Поэтому вот этот опухолевый процесс, который разрушает ткань. Здесь прямо уже дырки даже в кости есть, конечно. А сюда же крепятся мышцы, связки сюда. Какая тут функция будет? Никакой. Вот смотрите, ушко, вот мы заходим в полость черепа, вот этот слуховой проход. Вот здесь вот как раз среднее ухо, вот это внутреннее ухо, вот она самая улиточка. И здесь отходят нервы, вот они отходят нервы там, да, вестибулярный нерв, там этот самый, как он называется, лицевой нерв. И на нерве, вот мы видим эту опухоль. Это тоже саркомная опухоль, они из оболочек нервов могут расти. Чаще на разрезе ткань саркома, она такого белорозового цвета, потому что соединительные ткани. Вспоминайте, когда мы мясо режем, вот эти оболочки с вами видим, да, они такого белесого цвета. Вот опухоль, она такая же, потому что она примерно из этого же и развивается. И похоже, напоминает рыбу по своей консистенции, и она не имеет четких границ, она просто вырастает в здоровую ткань и поражает эти все ткани. Вот на рисунке хорошо видно, вот этот опухолевый очаг, это бедренная кость, это головка бедренной кости, которая в таз вставляется, да, вот эта бедренная кость. И вот здесь у нас, допустим, тазик, да, вот тазик, где органы малого таза. И вот она опухоль, тут слегка стукнуло, все, будет перелом, и все, мы без ноги остались фактически. Вот так это выглядит на патологоанатомическом уже столе. Смотрите, вот эта головка, вот эта головка, да, вот этот большой вертел, вот этот большой вертел. А вот это все, вот оно рыбье мясо, вот это все опухоль, это все опухоль. Головной мозг, смотрите, это все опухоль. Вот здесь вот глазки должны быть, ну, как бы, да, если говорить, где там вперед, где там сзади. Поражение огромное, лобный, височный, теменной долей, то есть здесь слуховые, зрительные нарушения, галлюцинации, ну, то есть тут вся подряд симптоматика. А это кто? А это что? Это мочевой пузырь, а это простаты. Поэтому мальчики и девочки, мы, к сожалению, можем страдать, если мы не будем профилактировать. Смотрите, мешаю Локла с ТНТ и с удовольствием пью за ваше здоровье, чтобы у меня были силы вам давать интересную информацию. Если вот это нормальная еще ткань, там остатки, то вот это все опухолевые узлы. И, конечно, здесь писать будет трудно. Как вы думаете, будет больно? Ну, посмотрите на этого юношу. Ему очень больно, я вас уверяю. Но мужчины не всегда хотят говорить. Ну, хотя бы понаблюдайте. Понаблюдайте за тем, как они сидят, как они присаживаются, куда они руки девают. Если вы такие жесты начинаете видеть, то сразу берите его за руку, видите, обследоваться. Доброкачественные саркомы. Они всегда могут озлокочисляться. Нужно всегда это помнить. Поэтому как бы так не расслабляйтесь, всегда быть на чеку. Липомы, фибромы. Да, вы вспоминаете, фибромы маточные. Маточные редко озлокочисляются. Но есть форма особая, фибром, которая легко озлокочисляется. Поэтому надо смотреть в динамики. Тоже об этом поговорим. Есть иоцитомы из разных клеток, даже непонятно из каких. Лимфогеомы из лимфатических соотсудов. Гемангиомы. Гемангиомы, к счастью, это просто какой-то 0,01%, когда они озлокочисляются. Это доброкачественные опухоли. Поэтому подчеркну. Швономы из нервных тканей. Леомиомы. Вот это как раз опухоли матки характерные. Рабдомиомы очень быстро озлокочисляются. Мы боимся этих опухолей. Синовиомы и мексидомы. Мексидомы, они в сердце организуются. Такие сопливые опухоли мешают. И не понимают, там лечат. ЭБС, гипертонию лечат. Что только не лечат. Надо просто сделать УЗИ сердца, увидеть эту опухоль и думать, как это оперировать. Вот смотрите, это как раз ангиома на головке малыша. Иногда любят говорить, ой, это вообще ребенок одаренный. Он, как это называется, богом меченый. Вы знаете, эта метка не очень хорошая в плане богом меченый. Потому что мне приходилось как раз заниматься научными работами в нейрохирургическом институте, где мы обследовали таких ребяток. И вот такая опухоль нередко сочетается, вторичный ее очаг в головном мозге. Который может быть вообще микро-мальформацией, так называемый сосудистый порог развития, который просто мотнул головой и порвался. Или просто там стукнулся, а дети могут стукнуться. И разрыв, и инсульт. И здесь сосуды совершенно свои как бы правила. И поэтому, конечно, очень важно, очень важно таких детей обследовать. Я специально эту картинку дала, потому что пришлось сталкиваться. Поэтому, пожалуйста, обследуем, а не просто так богом меченый ребенок. А вот сердце я вам сейчас покажу. Смотрите, это полости сердца. Да. И вот здесь вот такое вот образование. Полости, они пустые. Там, где кровь и воздух, там все черное. Вот одна полость сердца, вот другая полость сердца. Это перегородка межсердечная. Да. Да, сердце. Ну да, все правильно. И вот мы видим эту самую опухоль, да, вот эту вот миксому. Ее нелегко, но ее можно удалять. То есть, конечно, с ней надо работать. Если мы ее оставим, на ней могут благополучно там и тромбы, она стимулирует, образовывается. Поэтому ее надо удалять. Так. Поскольку саркобы включают в себя большое множество вариантов, некоторые виды характеризуются крайне медленным ростом, а другие, наоборот, очень быстрым. И вот это молниеносное как бы течение мы очень боимся. Потому что, да, у меня есть пациенты, где за год буквально они сгорали, а есть пациенты, которые выздоровели. Для липосаркомы характерно одновременное липосредственное появление сразу нескольких очагов в разных местах. Да, какие-то там, сейчас вы посмотрите, липучки вам знакомы. Вот они. Да, вот они. Что нужно делать? Бежать их вырезать? Нет, не надо их вырезать, за ними просто нужно следить. И, конечно, наша палеотерапия, о которой мы будем говорить. Распространение саркомы. Сейчас не буду как бы на этом акцент ставить, но только вот хочу сказать, что каждый пятый случай до 35 лет. Да, у пациентов в возрасте, да, треть случаев, это до 30 лет, но большая часть 33, вот 60 лет, вот мой возраст, когда за этим надо смотреть, ребят. Симптомы. Проявления саркомы могут быть самыми разными в зависимости от того, где они возникают. Да, в большинстве случаев сначала обнаруживается новообразование, какое-то что-то там вот трогаю, что-то там вот, да, что-то там как-то странно. Да, и важно следить за увеличением роста. Если рост пошел образование, то всегда подозреваем злокачественность. По мере его роста вовлекаются соседние ткани, прорастая в которой саркома их повреждает, нервы и сосуды. Если она там в жировой ткани, ну пусть там эта плюшка растет. Нравится бы там ходить с какой-то, знаете, вот вместе с рукой, вот с такой какой-то плюшкой. Ваши проблемы там или на попе, там или на шее. У меня приходит пациент, ну, 15 сантиметров. Я говорю, что вы раньше-то делали? Ну, что-то как-то было некогда. Да, начинаем обследовать, а там уже прорастание. Она говорит, что-то как-то у меня рука плохо движется, а там уже прорастание в нервные волокна. Она все ходит, она мне как бы не мешает. Я шарфиком прикрою и хожу. Ужас вообще. Это проявляется болевым, естественно, синдромом, который плохо оккупируется анальгетиками. И иногда уже поздно оперировать. Вот, смотрите, на снимке здесь хорошо видно. Вот кость, а вот мягкие ткани поражены. Вот эта саркома мягких тканей. Да, вот плечо, вот видите, какая-то, да, мягкие ткани. Вот она такая многоузловая. Ну, как можно довести до этого? Вот здесь на попе не один раз оперировались. Вот тут видны как раз, да, оперативные вот очаги резекции. Но все равно рецидивы, рецидивы и рецидивы. Да, вот здесь вот большой шрам. И в зоне рецидивов опять идет рост. Это вот рапдомиомы так чаще себя ведут. Детки очень часто. Вот это саркома Юинга. Смотрите, у деток, да, видите, какое безобразие. Обычно она об этой опухоли как бы набухает, такая синюшность появляется. Вот это поражение кости в данном случае. Вот мы смотрим на мягких тканях. Мягкие ткани уже реагируют. Кость, видите, она вот нормальная кость, а вот ненормальная кость. То есть это все можно обследовать. Вот опять вот очаг, да, с поражением кости. И вот так вот может быть на деснах. Не думайте, что там какая-то родинка на деснах. Это как раз саркома, которую нужно срочно решать. Вопрос. И вот смотрите, вот таких два момента покажу. Вот мы говорим, ну липома и липома, смотрите, как она растет. А бывает вот такая гигрома, бывает за этой гигромой прячется злокачественная опухоль. Поэтому мы смотрим, да, нужно смотреть, пальпировать, можно УЗИ сделать. Опытным глазом, конечно, какие-то вещи можно определить, а не опытным обязательно введите к опытным специалистам или обследуйте. Не шутите, потому что гигрома, да, она легко разрешается. И у меня много таких пациентов, там буквально на раз-два-три перевязываем, массируем, пиявку ставим, там много чего делаем. Но за этой гигромой может быть злокачественная опухоль, поэтому должны быть знания, должен быть опыт. Если его нет, обязательно идем к специалистам и обследуемся. Характерные синдромы. Посмотрите, обратите внимание, при саркоме Юинга очень часто этот синдром пропускается. Боли по ночам в ногах. И причем даже в двух ногах могут быть, потому что если эта саркома находится в малом тазу. При леомиосаркоме кишечника, прогрессирование непроходимости, саркома матка, менструальное кровотечение, внебрюшинные саркомы, слоновость нижних конечностей, а мы там паразитов лечим. Ё-моё, ребят, надо быть грамотными. Понимаете, учиться, не лениться, учиться и платить. Вообще, сколько платят врачи за свои знания? У меня, когда пациенты говорят, вы знаете, дорогая у вас консультация. Я говорю, а вы хотите дорогого доктора, который вам дорогое здоровье будет дарить? Ну, я в хорошем смысле это говорю. То есть не понимают иногда пациенты, сколько врач-профессионал тратит за свое обучение, для того, чтобы знать столько, сколько есть возможность вам давать. Поэтому врач должен всегда учиться, обязательно должен быть на волне современных методов, современной терапии, современной практики, делиться опытом. Врач должен быть подвижный в своих знаниях, в своем опыте. Поэтому при саркоме, солидостении, отеке шеи, расширении подкожных вен, сейчас я вам это тоже все покажу, какая там катастрофа. Саркома лица и шеи, да, симметрия может быть. При развитии саркома в конечностях, естественно, повышается там нарушение функций различных. Ну и легких, да, понятно, чего в легких дышать тяжело. Диагностика. Эта диагностика относится и к раку легких в том числе. В молодом возрасте боли в костях должны вызывать повышенную онкологическую настороженность. Ребята, это обязательно должно быть. Не надо думать, что у меня там растет ребенок. Ради бога, проверьте его, отведите их к специалисту, проверьте, кровь проверьте. Рентгенография костей в двух проекциях. В двух проекциях. Рентгенография грудной клетки в двух проекциях. Компьютерная томография, магнитный резонанс, там в зависимости от того, что мы кости смотрим, или мягкие ткани, поэтому или компьютер, или магнит. УЗИ брюшной полости, доплерография, ангиография, радионуклеидная диагностика, биопсия опухоли с последующим гистологическим, цитологическим и цитохимическим исследованием. От этого будет зависеть тактика лечения. То есть, если мы все правильно делаем, мы можем избрать правильную тактику и на ранних стадиях вовремя мы можем сохранить жизнь. Лечение хирургическое или химио- и лучевая терапия. И или, или сочетается в зависимости от гистологии, от активности, от того, где находится опухоль. Лечение. Если не вовлечен в опухолевый процесс сосудистый нервный пучок, то есть жизненно важные моменты, и нет патологических переломов, поражения тканей и инфицирования, то мы можем все-таки с вами какие-то хирургии обеспечивать. Прогноз при лечении зависит от показателей, в первую очередь от распространенности процесса. И в основном это пятилетняя выживаемость. Но у меня есть пациенты, которые живут, живут. Сейчас я сосчитаю, сколько. Так, я была беременна, господи, когда я была беременна, ребенка моему 17 лет. То есть она живет уже 18 лет, пациентка. И нет рецидивов, и нет никаких метастазов. Диагноз абдомиусаркома. Саркома легких. Переходим. Классификация. Значит, бывают саркомы низкой степени, средней и высокой. В зависимости от того, какая степень будет зависеть прогрессирование опухоли. Прогрессированная опухоль. Не буду там на подробностях, это врачи знают. А для неврачей это не важно. Важно просто, если в диагнозе стоит вот эта вот низкая степень или высокая степень, то мы понимаем, что при высокой степени злокачественности, естественно, будет высокая смертность. И гораздо процесс будет агрессивнее. Легкая, органы имеющие. Вот смотрите, все, о чем мы сейчас начали с вами с самого начала говорить, вспоминайте, как строятся бронхи. Почему я вам давала гистологию? У меня кто-то там написал мне в личку, что вы так даете сложно, зачем нам гистологические препараты. А вот они зачем, ребята, потому что мы должны быть грамотные. Потому что я вам это все объясняла, чтобы вы понимали, что легкое – это не просто воздух и сосуд, да, и передача. Там огромное количество тканей, поэтому это сложное строение. Альвеолы, бронхи, бронхиолы, кровеносные, лимфатические сосуды, соединительно-тканные обалочки. Все эти структуры имеют клетки, да, соединительные ткани, которые могут образовывать разные виды высоко дифференцированных сарком. То есть специфические ткани. Поэтому саркома легкого – это сборное понятие, это непросто. Почему я вам и начало-то дала, да, там наверху, потому что вот так просто вырвать отдельно – это ни о чем не сказать. Поэтому это ангиосаркома, фибросаркома, хондросаркома и так далее, все, что мы выше говорили, да. Недифференцированные саркомы разделяются еще также в зависимости от гистологической картины. Вот вы здесь видите, смотрите, вот здесь веретенообразные клетки, да, здесь круглые клетки, а здесь вот такие вот полиморфно-клеточные. Вот это вот синенькие – это ядра, а вот розовенькая – это клетка. Смотрите, на какую-то чебурашку тут похожа, кузнечика даже целого, да. Видите, какие? А вот эта клетка вытянутая – это все злокачественные клетки, они все разные. Это все, да, это все саркома в легком. Причина возникновения. Причина возникновения сарком легких неизвестна, но все, что мы говорили выше, имеет место быть и сюда. Тем не менее, ученые склонны считать, что все-таки факторы риска актуальны для рака. Высокое содержание канцерогенов в воздухе и, конечно, курение, работа на вредных производствах. Все, что мы говорили выше, все сюда и в легкие. Наследственность. Да, многие саркомы, нередко бывает, что развитие в детском возрасте, мы узнаем, что у родственников тоже были. Да, у саркомы есть предрасположенность онкологическая. Воздействие высоких доз ионизирующих излучений, в том числе получение лучевой терапии в анамнезе, особенно у детей, когда мы часто любим там сбегать, лишний раз делать рентген и КТ. Это катастрофа. Рентген и КТ у детей только по жизненным показаниям мы делаем. Ультрафиолетовое облучение, злоупотребление загаром, как естественным, так и искусственным. Вторичная саркома легко может развиваться в результате метастазирования опухоли из другого органа. То есть, на самом деле, в легком очаг, а мама первичная сидит, допустим, в мышце. Определение стадии саркомы. Ну вот на первых стадиях очаг не превышает 3 сантиметров. Вот здесь не очень хорошо видно. Ну вот я его сейчас... Нет, вот он как раз наверху. Этот очаг не очень хорошо он виден. Когда-то моей дочери поставили рак легкого, доктор перепутал изгиб аорты. Она как бы так изгибается и поворачивается. И она вот этот вот разрез аорты приняла вообще за рак легкого. Ну это, конечно, была полная катастрофа. Мне даже хотелось просто... Причем рентгенолог, да, и так смело поставил опухоль легких. Она пошла на профилактический осмотр и вот такой. Поэтому очень внимательно. И вообще, прежде чем открыть рот и сказать, что у вас рак, нужно сто раз подумать и подумать, как это сказать. На второй стадии уже опухоли от 6 сантиметров. Вот она, мы это уже видим. Третья стадия опухоли инфильтрат больше 6 сантиметров и уже может прорастать в средостении. Средостение находится вот здесь, там сердце в нем находится, лимфатические сосуды и так далее. Четвертая стадия – это уже когда опухоли не только... Вот она, они большие, не только в легких, но они и в других органах, вот в том числе в мозге. Как мы понимаем, что это не сама опухоль мозга, для метастаза характерна такая же ткань, как и в легком. То есть клетки такие же, как и в легком. Естественно, для мозга такие клетки совершенно не характерны. Мы видим огромный отек. Вот это вот, видите, такое распространенное темное пятно – это отек, потому что мозг реагирует на совершенно чужеродные клетки. Вот правильно второй метастаз, кто-то там уже, наверное, обращает внимание. Так, симптомы рака легкого. Симптомы аналогичны с симптомом, вернее, симптомы саркомы, аналогичны с симптомом рака легкого. С той разницей, что прогрессирует гораздо быстрее. Саркома прогрессирует еще быстрее, ребят. Появление болезни будет зависеть от локализации опухоли стадии. Поэтому, значит, если растет внутрь бронха, то при закупорке сухой надсадный кашель. Вот кашель у детей тоже в том числе, поэтому специально ребенка вам сюда поставила. Не надо как-то расслабляться, нужно думать. Думать и понимать, что сказать «я все знаю, это 100%» – так нет всегда. Почему доктор говорит «может быть»? Конечно, желательно, чтобы доктора так не говорили. Да, давайте посмотрим, а давайте попробуем. А может быть. Конечно, доктор должен все взвешивать и каждое слово думать, какое он говорит. Потому что мы словом лечим или убиваем. Поэтому, может быть, у детей надсадный кашель. Если уже полностью закрылся бронх, может вот такая мокрота вытекать. И вот она даже может с воспалительным, с таким гнойным акцентом. Если прорастание сосудов уже идет, в мокроте может быть кровяные сгустки. А если там уже и в сердце пролезает, и в трахею, то просто человек задыхается. Задыхается. Неважно, смотрите, возраст совершенно разный. Это опухоли не только старых людей. Это любой возраст. Вот уже в более зрелом возрасте. Ничего не беспокоит, а вот что-то такое давит. Это не обязательно стенокардия, грудная жаба. Это может быть как раз проявление саркомы. Симптомы саркомы легкого. Температура тела, слабость, отсутствие аппетита. Это вторичное уже проявление. При поражении пищевода нарушение глотания, дисфагия, проглатывание. Сдавление венозных стволов, синдром верхней полой вены. Отек, цианоз, расширение вен в верхней полой вены. Сейчас вы увидите, это катастрофа. Если опухоль легких проросла в плевру, развивается геморрагический плеврит, то есть воспаление листков плевры. Помните, она окружает такие листочки? Мы с вами сегодня говорили об этом. При поражении оболочек сердца геморрагический перикардит. Это не жизнеспособный человек. Вот он, смотрите. Мне приходилось видеть таких пациентов. У меня моя совершенно замечательная доктор уходила из-за метастазов рака легкого. Поздно уже. Поздно, к сожалению. Она не поверила в НСП, не поверила в правильные действия. Решила, что там какие-то шаманы. Да, доктора тоже. Знаете, доктора – это пациенты. Вы не забывайте, с докторами гораздо тяжелее. И когда у нее уже метастазы появились, средостения, вот здесь вот надключичные в лимфоузлах, и вот этот синдром сдавления пола и вены, вот вверх он совершенно синюшный. Здесь еще шея как-то проецируется, а у нее даже не было вот прям от головы, вот так вот как будто в плечи вырастало. Голова в плечи вырастала. То есть настолько сумасшедший отек, потому что не оттекает венозная кровь. Вот как раз эту картинку вы здесь видите. Диагностика. Ключевое значение в диагностике – компьютерная томография и проведение контрольного снимка в динамике. То есть мы наблюдаем, да, вот что это такое, вот эти мелкие очаги. Так, сейчас. Потому что, да, очень много при быстром разговоре, активном, очень много теряется жидкость. А поскольку я после заболевания, то, естественно, там подсушиваются связки быстрее. Так, при… Значит, вот мы видим вот эти очаги. Нам с вами очень важно, чтобы эти очаги не росли. То есть это может быть ситуация на самом деле просто бронхитная, старого бронхита. А может быть опухолевая сева. Это может быть бронхоскопия. Вот мы заходим бронхоскопом через нос и под контролем аппарата мы смотрим, что там находится. Если нужно, мы возьмем, если центральный рак, если он из бронха исходит, саркома растет в бронхе, то мы можем оттуда взять материал. Это торокоскопия, когда мы через грудную стенку берем биопсию опухоли, да, и берем, вот в данном случае откачивается жидкость для того, чтобы вот этот эксудат, это жидкость, для того, чтобы посмотреть, есть ли там раковые клетки. Лечение. Способ лечения саркома у легкого конкретного пациента определяется локализацией опухоли, то есть вообще из чего это опухоль, да, и ее гистологическое состояние. Конечно, стадии, то есть как это все поражено и требует комплексного подхода, включающего в себя хирургию, операцию, химию, лучевую терапию. И, конечно, нашу палеотивную терапию, о которой я скажу сейчас в конце рака легкого. Саркома легкого и рак легкого лечение принципиально одинаковое. Принципиально одинаковое то, что касается нашей с вами работы. Химиотерапия, ну, прежде чем оперировать, мы там специально как бы опухоль локализуем, чтобы отек снимаем, поэтому химиотерапия перед, допустим, операцией есть смысл использовать, а если мы уже не можем оперировать, то химиотерапия здесь тоже очень важна. И мы можем использовать такие комбинации полихимиотерапии, которые реально совершенно помогают человеку. Поэтому не надо говорить, что химиотерапии нельзя. Я вижу иногда ролики моих коллег и наспишников в Ютубе, что вот мы сейчас без химиотерапии все вылечим. Ребята, это прошлый век. Сегодня химиотерапия совершенно другая. Сегодня мы на молекулярном уровне ряд уже опухолей можем определять, подбирать химиотерапию, не надо ее игнорировать. Не надо ее игнорировать. Другое дело, что нужно найти центр, где это хорошо все делается. Хирургическое лечение в зависимости от того, что, опять же, поражено, поэтому мы или секторально убираем этот очаг, или вот мы лоб и томию делаем, или полностью убираем легкое. Если саркома – это вторичное, то есть, условно говоря, метастаз в легком, то мы должны искать маму, и можно сделать совместную операцию. То есть мы можем удалить и сам очаг, и, допустим, если в мышце или где-то еще находится, и там тоже первичный очаг тоже будем удалять. Лучевая терапия тоже нужна, потому что, если все-таки не откликается на химиотерапию, мы, допустим, не можем сделать с вами хирургическую терапию, то мы проводим лучевую терапию. С поддержкой, естественно, нутрицептиками, да, с нашей палиативной терапией. К иммунотерапии я не могу сейчас вам ее так сильно очень хорошо прокомментировать, она сегодня серьезно очень разрабатывается. И дай бог, если все-таки мы достигнем совершенства в иммунотерапии, это будет супер. Это будет супер на самом деле. Но пока вот те результаты, которые я вижу, они пока меня не радуют, поэтому особо я не буду здесь восхищаться. После операционного восстановления операционная операция на легким является серьезным хирургическим вмешательством. И первое время после резекции и удаления из организма, да, части легкого или полностью легкого, человек должен пристроиться, потому что сдвигается средостение. Это больно, потому что объем, достаточно большое поражение. На второе легкое идет нагрузка очень большая, поэтому, конечно, ему дается кислородная маска. Да, выполняется специальное дыхательное упражнение. Сейчас мы, дальше говоря уже о раке легкого непосредственно, это тоже будем говорить, чтобы помогать отхаркивать хорошо. То есть дренажное правильное положение, если это голова, допустим, саркома где-то здесь находилась в легких, то мы так делаем. Если саркома на верхушке находится, то мы так укладываем пациента. Да, если саркома там с одного бока, то мы на бок. То есть мы в зависимости от очага вот это дренажное положение еще для пациента находим. Это может сопровождаться выраженным болевым синдромом, поэтому даже рекомендуется эпидуральная анестезия. Нужно использовать, если нужно, мы используем и наркотические средства, потому что на самом деле это очень больное состояние послеоперационное. И постепенно оставшаяся ткань легкого будет брать на себя вот эту нагрузку и восстанавливаться. Сроки восстановления будут зависеть вообще от самого пациента. Поэтому если мы с вами подберем правильную палиативную терапию, мы сохраним жизнь человеку. Мы ему продлим и сохраним жизнь, потому что он выйдет вот из этой тяжелой как бы и операционного, и химиотерапевтического, и лучевого состояния. И наши нутрицептики ему фактически спасут жизнь, потому что иногда, да, и не то, что иногда, и знают мои коллеги о том, что мы теряем пациента не от заболевания, а от лечения. Но если мы не будем проводить этого лечения, то пациента может потерять еще быстрее. Да, и объем, скажем, вторичных поражений, вторичных нарушений и вторичной симптоматики, он бывает тяжелее самого опухолевого очага. И мы все время, понимаете, вот на этих весах находимся, да или нет, да или нет. Поэтому всегда нужно как бы все взвешивать и очень-очень думать. Амбулаторное, как бы, да, наблюдение, ну, у вас останется слайд, поэтому контролируем, конечно, пациентов контролируем. И при возникновении рецидива и дальнейшее прогрессирование, как бы, опухолевого очага, саркома, распада опухоли, кровотечения ожидаются, инфекционные осложнения ожидаются, спадение легкого ожидается, тяжелое истощение кохексии. Помимо этого, наблюдается осложнение со стороны всех органов, пораженных метастазами. Что делать? Что обычно медицина говорит? Вы знаете, мы сделали все возможное. А вот мы с вами, ребята, не все возможное сделали. Поэтому на этом этапе будьте любезны, за каждый день бороться пациентам. Человек хочет жить, он хочет жить. Это редкий случай, когда он говорит, я все, ничего не хочу. И он это говорит, потому что он не верит в надежду, да, потому что интоксикация воздействует так на мозг, что он не хочет жить. Если вы ему поднимаете качество жизни, у него сразу появляется интерес жизни даже на один день. И мы не имеем права от него отнимать этот день. Это к нам ко всем относится. Так, прогноз выживаемости. Почитайте, это сейчас не суть. И теперь рак легких. Так, как мы по времени? Я надеюсь, что мы успеваем по времени. Ну, Светлана Владимировна, как вам так сказать помягче? Мы, наверное, вообще не успели. То есть, фактически мы сейчас должны уже были закончить ответы на вопросы и отпустить всех на перерыв. Юра, да, мне нужно 15 минут, ребят, ну, потому что сейчас вот 15 минут, честное слово, ну, пожалуйста. Хорошо, Светлана Владимировна, тогда у нас не будет ответа на вопросы. Если вы готовы будете в письменном виде ответить. Да, я отвечу, я отвечу. Мы тогда сделаем, мы тогда сделаем, попросим, у нас будет опросничек, и вопросы, которые будут по этой теме для вас, мы вам перешлем для индивидуальных ответов. Спасибо, запускайте. Ага, смотрите, потому что, ребята, то, что сейчас я расскажу, уже вот база была на саркоме легких, и мы сейчас с вами такую уже сделаем, ну, почти как бы и локализованный, и обобщающий момент, потому что это важно. Рак легкого. Рак легкого – опухоль, которая развивается из ткани, выстилающих изнутри поверхность бронхов, да, и бронхиол, и слизистых, и бронхиальных желез, и эпителия, и альвеол, то есть из всего, что есть, но именно легочной ткани, да, вот здесь уже именно легочной ткани. Поэтому мы с вами, помните, изучали гистологию, вот этот самый эпителий, да, который выстилает, вот здесь же есть железы, которые работают, и вот здесь у нас есть альвеолы, и благополучно это все может еще развиваться, и в том числе по лимфатическим путям метастазироваться. Вот мы с вами видим эту картинку. Насчитывается больше одного миллиона новых случаев ежегодно, и заболевание больше характерно для мальчиков, но да, но и девочки страдают тоже. Классификация, их два. Мы делим центральный рак и периферический рак. Центральный, потому что вот здесь он ближе к бронху, да, главным бронхам, а периферическим он ближе к плевре. Вот он, центральный рак, он на бронхе сидит, да, а вот он периферический, он около плевры. И здесь то же самое, вот он периферический, потому что вот корень легкого, и здесь бронхи, а здесь он сидит ближе к плевре. И здесь то же самое мы видим. Так, классификация также мы делим на гистологическую картинку, и вот даже здесь не буду останавливаться, это не важно. Важно другое, что вот видите, какая разная картинка. Вот здесь какие-то монетки, это все, это плоскоклеточный рак, это у курильщиков в основном рак который. Вот здесь у нас аденокарциномный, он из желез как раз эпителия, вот здесь мелкоклеточный, он у нас идет из субментарных, более мелких бронхов, да, и в том числе еще аденогенный рак, он развивается из желез, из клеток, которые у нас работают с эндокринным в том числе аппаратом. Первичное развитие рака легких, курение, курение, да, курение, 40 канцерогенов содержится, причины, вернее, да, причины развития, вредные фридоносные факты, вот прекрасная вообще картинка, ну супер, это супер, приезжаю на дачу, понимаю, что небо вижу. Загрязнение воздуха, генетика и общее состояние мужчин, которые страдают все-таки бронхолегочными заболеваниями. В патогенезе выделяют, первое, канцероген воздействует на ДНК, но более убедительную картинку сложно, да, представить себе. Вот она курит, и у нее, и у малыша уже возникают проблемы. Вот здесь мы воздействуем на ДНК, на вот этом, да, самом уровне, самом начальном уровне. Дальше, если мы продолжаем воздействовать, то эти клетки, вот они нормальные клетки, они начинают меняться и начинают хаотично разрастаться. А потом опухоль уже распространяется на соседние структуры. Нет, здесь один цветок лежит, мы здесь живы. Но прогноз такого заболевания очень печальный, потому что, когда опухоль уже поражает, да, большое количество, здесь мы уже лечить не сможем, потому что здесь поражение и уже внутри средостейния и так далее. Еще это не самую такую страшную картинку поставила. На этом этапе уже поздно. Симптомы. Появляется заболевание от клинических, проявление от клинических форм, где находится, да, опухоль, как она растет и как она воздействует. Поэтому ухудшение аппетита, снижение массы тела, температура какая-то такая субфибрильная, быстрая утомляемость и слабость. Ну вот она, эта типичная картинка для пациента такого. Симптомы рака легкого. Это сухой кашель, затрудненное дыхание, кровохарканье уже на более серьезных стадиях, боли за грудиной, усиливающиеся при кашле. И, да, вот это первый вот этот человечек, а вот второй человечек здесь, смотрите, тоже нужно обратить внимание, потому что такие пациенты ходят куда угодно, к неврологам, к эндокринологам. А на самом деле здесь находится опухоль в верхушке легкого, да, в верхушке легкого. И для такой опухоли характерно поражение определенных нервных стволов. И как диагностика, это, смотрите, опущение века. Да, это вот такой отек, как при, и мы говорим, синдром Кушинга, да, то есть отек, как при незалоновых гормональных нагрузках на человека, да, вот такое типичное состояние. Здесь увеличение соя будет, здесь будут изменены гормоны, нейромедиаторы. То есть здесь опухоли, да, вырабатываются биологические, вы помните, мы с вами говорили, что рак, что легкое вообще способно вырабатывать гормоны, стимулировать нейромедиаторы. Так вот здесь они активно вырабатываются опухолью, и картинка совсем не онкологического пациента, а неврологического. Он пришел к неврологу, невролог говорит, до свидания. Он пришел к эндокринологу, говорит, до свидания. Он опять идет еще к кому-то, ему говорят, суст, идите к психиатру, а у него это просто рак легких. Симптомы рака легкого. Осиплость, нарушение глотания, отечность, вот помните, синдром с давлением верхней полой вены, синюшность вот эта сверху, увеличение в размере шейных надключичных узлов. То есть контролируем, пальпируем желтую кожу, когда уже поражение идет печени, метастазы, боли в поясничной области, кровь в моче, поражение почек, головные боли, расстройства психики. Симптомы опухоли панкоста. Вот то, о чем я вам сейчас как раз рассказывала, не буду сейчас повторяться, здесь это все написано. Вот типичное совершенно лицо, поэтому обращайте внимание, это не инсульт может быть, это далеко может быть не инсульт, это может быть рак легкого, особенно верхушки легкого. Симптомы периферического рака, это когда ближе к плевре, ближе к плевре очаг, и мы говорим о паранеопластическом как раз синдроме. И здесь различная совершенно симптоматика, потому что смотрите, что происходит. Интоксикация клетками этой опухоли стимулирует еще выработку различных веществ и происходит нарушение памяти, сна, зрения, нарушение равновесия, нарушение трудностей при ходьбе. То есть вообще симптоматика совершенно при этом периферическом раке не характерна для легкого. Иногда повышение уровня кальция происходит, может происходить повышение гормонов. И поэтому здесь очень важно, чтобы доктор, если какие-то жалобы пришли от пациентов, чтобы доктор в этом случае вообще подумал, а не исключить ли нам рак легкого. Потому что рак легкого стоит сегодня на первом месте среди всех раков. Поэтому если у нас вот такая какая-то сумбурная вся симптоматика, пожалуйста, исключите. Сделать рентген, сделать КТ, исключить все-таки онкологию. Мелкоклеточный рак. Помните, у нас там он гистологически разный совершенно бывает. Самая такая опасная форма, если вы видите в заключении. Потому что если он очень быстро просто растет, и пациенты, как правило, к нам приходят уже когда поздно, когда уже очень серьезное состояние, когда вот так вот спадается легкое из-за поражения легочной ткани активно, когда происходит вот здесь вот пропотевание как бы жидкости, огромное количество крови скапливается в февральных полостях, пневмоторокс образуется. Поэтому если вы видите мелкоклеточный рак легкого, то вы должны очень быть напряжены, потому что у нас времени мало для помощи, нужно сразу включаться. Диагностика рака легкого. Иногда пациенты, мои коллеги спрашивают, что ты делаешь часами с пациентом. Для того, чтобы вообще выяснить и докопаться до того, что где нам рыть, нужно не один час. Потому что, чтобы разобраться, что он когда-то на вредном производстве работал, что у него там родители жили где-то там, где вредное производство, да, или где там Байконур и так далее. То есть, конечно, это все нужно вытаскивать из пациента вообще, с его рождения, с сегодняшнего дня и так далее. А курил он, а не курил? То есть это все нужно знать для того, чтобы еще показать и убедить легкого, как это должно быть. Поэтому первое – это общение. Второе – это, конечно, прослушивание, аускультация и перкуссия. Никто не отменял. То есть это все неинвазивные методы, которые у нас должны быть. Что еще здесь можно? И, конечно, использовать все, что мы с вами говорили, МРТ и так далее. Поэтому неинвазивные методы будут в себя включать обязательно рентген с двух сторон, вот здесь вы его видите, будет включать МРТ, будут включать УЗИ и инвазивные методы, так же, как мы с вами говорили, при саркоме. Да, то же самое бронхоскопия, торокоскопия и обязательно взятие материала, потому что от взятия материала будет зависеть дальнейшая работа. В стадии. Не буду сейчас перечислять для вас специально таблицы, чтобы вы понимали, что это за буковки, что это за циферки, что это за нолики, чтобы здесь все-все-все я вам расписала, все показала. Ребята, сейчас это не стоит обсуждать. Это как раз-таки распространенность опухоли, что опухоль на месте, а имеет ли она метастаз? А может быть, уже опухоль поражает два легкого, а может быть, опухоль уже поражает головной мозг. Это все в этих циферках как раз записано. При мелкоклеточном мы еще говорим, поскольку он очень тяжелый, мы говорим о местно распространенном и о распространенном. Тогда доктора понимают, насколько процесс тяжелый. И от того, куда растет рак, внутрь бронха, экзофитный рак или эндофитный, снаружи бронха, мы тоже понимаем, что нам ожидать, как профилактировать пациента, что повышает риск развития легкого. Вот он повышает, вот это в первую очередь, ребята, повышает. Вот это я прочитаю, я затрачу на это время, потому что у нас очень много курильщиков. И в том числе, да, среди нас тоже такие имеются, вот, к сожалению, они имеются. Поэтому задумайтесь, смотрите, полоний 210, полиароматические углеводороды, нафтиламин, 2-толуидин, бензин-перен, 4-афинобифенил, никель, ряд N-нитросоединений и другое. Я почему это перечисляю? Потому что, когда мне вот Неспишник с сигаретой в зубах начинает рассказывать о вредности нитратов, знаете, я даже вот, я просто разворачиваюсь, иногда ухожу. Мне больно, мне настолько больно, что он пытается там говорить о каком-то здоровье, так ты себя начни, ты чего рекламируешь с сигаретой в зубах? Ну и вот это легкое, это легкое, вот оно специально здесь на аппарате, который подкачивает, потому что легкое не способно даже само расправляться. Ну и патологоанатомический, естественно, тоже препарат, видите, вот это все поражение вот этим дымом, вот этими веществами, это все отложение сажи. Лечение на разных стадиях операции, на разных стадиях химия, препараты и в том числе молекулярный анализ сегодня есть очень серьезный, и уже мы можем помогать более качественно нашим пациентам. И это очень важно проводить, и в крайних случаях проводится, в крайних случаях проводится лучевая терапия, и также лечение рака, да, вот на третьем стадии. Если можем, хирурги используем, но это бывает уже редко, когда мы это можем сделать, поэтому здесь аккуратные операции, чисто вот такие палеотивные, я бы сказала, эту химиотерапию. И при неоперабельном раке на поздних стадиях основным методом лечения становится химия, лучевая терапия, иммунная терапия, да, но, но важно как можно раньше начинать палеотивную терапию. Все, сейчас нам осталось 4 слайда с вами, ребят. Специфическая работа с опухолью и укрепление организма, знаете, как клево, специфическая работа с опухолью и укрепление организма, это то, что мы с вами можем. Понимание, но сначала, понимание образа и цели жизни. Я всегда своим пациентам говорю, ты хочешь жить? Вот если он мне говорит, не хочу, тогда я так и говорю, сначала ты идешь и думаешь, когда ты скажешь, я хочу, тогда мы будем работать. Это мой подход. Или я все равно вывожу пациента на то, чтобы он сказал, что я хочу жить. Это очень важно. Очень важно, чтобы была мотивация к жизни. Составить строгий план жизни ежедневный на каждый месяц. То есть мы прописываем вот на месяц каждый день наши действия. Потому что когда в голове порядок, тогда порядок у всего организма. Это очень важно для особенно тяжелых пациентов. И да не важно, для любого человека это нужно. Утро и вечер начинать с благодарностью. Ребята, спасибо, что вы меня слушаете. Спасибо, что вы меня терпите. Детям спасибо, что они, вот вместо того, чтобы я занимаюсь ими, я сегодня занимаюсь вами и собой. Спасибо Господу Богу, что он мне дал ключи от этого дня. И спасибо, что он мне дал прожить этот день. Утро и вечер мы учимся говорить спасибо. Спасибо, что мы любим друг друга. Это очень большой кайф. И это очень большая мотивация. Вчера спросили выработка эндорфинов. Вот она, выработка эндорфинов. В первую очередь. В первую очередь. Если не будет завтра баночек, вы что будете? Все, умерли? Нет, научитесь жить. Когда вы к тому, как к образу вашему жизни, вы прикрепляете еще дополнительно все, что можно прикрепить из наших баночек, конечно, совсем другой результат. Отдельная работа с негативом и самоедством. Воспользоваться дополнительной методикой. Планируемые в Инстаграме будут как раз эти моменты по онкологии, будем тоже методики выкладывать. Возьмите даже с интернета маленькую методику по такому настрою, аутотренингу на 15-20 минут, даже короче, хоть на 3 минуты. Но каждый день. Контроль вентиляции воздуха, прогулки, не просто вентилятор в доме, прогулки должны быть. Физический ежедневный комплекс по силам от 20 минут. Вот здесь вам набросало такие вещи, поскольку и дети болеют, учитесь их дышать. Вентилятор придумали, игрушки для детей придумываем. Гимнастика Стрельникова. Возьмите простые, удобные для вас упражнения. Шарики. Тяжело, но тоже можно использовать. Но это тяжелый очень метод. Очень хорошо откликаются пациенты, когда с ними работают, вместе гимнастику делают. Потому что сам, нет, вот сам это редко, когда он будет делать. Поэтому вместе, да, тем более, если это ваши родные, вместе с ними делаете. Если это ваши пациенты, которых вы ведете НСП, откройте интернет, вот смотрите, сейчас сядьте ровно, поднимите руки, разведите руки, поработайте. Вот вместе с пациентом 5 минут хотя бы поработайте через интернет. Потому что вот благодаря этому мы работаем, видите, как легкие на вдохе и на выдохе работают. Вот здесь для тяжелых, особенно пациентов, послеоперационных пациентов взяли пол-литровую бутылку, налили воды, две трети, взяли шланг хоть в зоомагазине его купить или от капельницы. Возьмите этот длинный шланг. Если пациент еще не может вставать, банка стоит там на стуле, на полу, а вот этот шланг мы берем в рот и дуем, да, и дуем в трубочку, дуем через эту воду. Легко, просто, очень удобно. И любой из этих комплексов, начиная сначала даже лежа, но мы делаем для того, чтобы опять же, да, работали, брюшной пресс работал, вот работа с ногами, это работа с брюшным прессом в том числе, да, где диафрагма и работа руками, мы раскрываем легкие. Схема обязательной дополнительной терапии. Вот она здесь вся схема у вас есть. Могу не перечислять, что именно. Сейчас на другом остановлюсь. Противоопухолевые продукты я вам выделила, да, которые максимально работают в этой ситуации. Профилактика метастазирования. Обязательно должна быть укрепление иммунной системы. Я как бы предвкушаю ваш вопрос по поводу кошачьего когтя. Да, я работаю уже больше 15 лет с онкологическими пациентами с кошачьим когтем, и они у меня пьют постоянно. В данном случае наличие эхиноцея, которое там есть, она не ухудшит состояние и не простимулирует иммунитет. У этих пациентов, наоборот, угнетение иммунитета, и поэтому нам важно его выравнивать, нам важно помогать. Здесь никакой роль не идет, там не то количество для того, чтобы вы стимулировали. Поэтому хорошие очень результаты на пациентах с кошачьим когтем я получаю. Кардицепс, он такой продукт, который и иммуномодулятор, и в то же время и противоопухолевый продукт, и вообще очень классный, противоотечный, он даже работает как преднизолон, да, то есть он еще снимает отек. Поэтому или все вместе, или сочетайте, или там дозировки я вам показала минимальные и максимальные, вот 6-9 капсул, это все в день, это в день. Но вот эти продукты начинаете вводить, видите, по схеме, постепенно доводим до максимума, да, смотрим, по бюджету смотрим. Я понимаю, что это все не просто, вот это все, это не просто. Вы скажете, что все это? Да, все это, потому что жизнь вас привела к той ситуации, когда все разрушилось. Опухоль – это нарушение все иммунной, эндокринной, всех систем. Поэтому все здесь подкрепляем. Укрепление соединительных тканей антиоксидантами. Грепайн здесь вообще уникален в этом отношении, потому что он и онкопротектор. Витаминно-минеральные комплексы, защитная формула специально разработана именно для онкологических пациентов компании. Поэтому ничего не мудрите, есть все готовое, не надо ничего мудрить. Хотите добавить – добавляйте, но важно делать то, что уже готовое, вот плюшка уже готовая сделана. Про локла я вам уже говорила, локла, хлорофилл, бифидо, филус. Вот здесь вот плюс при химиотерапии – это то, что мы можем смело добавлять еще и при химиотерапии. Смело, да, там остальное можем разговаривать, но вот это смело добавляем. Пептовид, протеаза плюс по одной капсуле с едой и по одной-две капсулы за час до еды, то есть между едой. И так, и так, нам нужны ферменты и для переваривания правильного, и в то же время ферменты для противоонкологического рассасывания. Лицитин, коралловый кальций, витамин D. Я считаю, что нужно сделать анализ, потому что у меня попадаются пациенты вообще с идеальным витамином D, там чуть ли не под 70, смысл им давать D-шку даже в Петербурге, не понимаю. Поэтому тоже как-то разум включается. Симптоматическая терапия в зависимости от возраста и как бы состояния, поэтому мы подключаем. Почему BPC? Потому что он еще и онкопротектор, поэтому и сердце плюс онкопротектор. Вариации могут быть. Бресс-из легкие, потому что лучше Бресс-иза ничего нет у нас для легких. Можно подключить сюда колострову, можно еще подключить гистоблок дополнительно. Одних как бы их будет мало, потому что, например, в колострове, в гистоблоке вот такой как бы отхаркивающий эффект дренажный, который есть в Бресс-изе, там в этих продуктах нет. Поэтому сочетаем. Майнд-макс, лучше ничего не придумать, потому что там же есть противоонкологическая бакопа, которая прекрасно работает. Питание, особенно при кахексии, даже без кахексии, это наши коктейли. Соки, соки вы можете варьировать так, как вам хочется использовать их, чередовать их как угодно. Сок алоэ, у меня нет такого большого опыта, я его все-таки использую, такой пульс терапии по 10 дней в месяц, по одной-две чайные ложки. Как раз-таки помогать пациентам, чтобы справляться, чтобы иммунная система их тоже была крепкая, это очень важно. Антидепрессанты, пожалуйста, чередуем, сочетаем. Ну и местные, конечно, можно использовать, это тоже не нарушает вообще, потому что при болях, при напряжениях, релакс хорошо напряжение снимает, тайфу дыхание улучшает, обезболивающий эффект масла, чайного дерева противовоспитательный и антибактериальный. Но только вместе у нас все получится. Ура, мы справились, у нас все получилось. Не знаю, за сколько я успела, но я вам рассказала все. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...